Манавидан, сын Лира. Это третья ветвь Мобиноги. Когда те семеро, о которых мы рассказывали, похоронили голову Бендигейда Врана на Белом холме в Лондоне, Манавидан, их вождь, оглядел своих спутников и глубоко вдохнул, и горе овладело им. — О, Боже всемогущий, горе мне! — сказал он, — ибо нет никого, кто приютил бы меня хоть на одну ночь. — Господин, — сказал Придери, — пусть это не тяготит тебя. Твой кузен стал владыкой острого могущества, и хотя он добился этого не по праву, не к лесу тебе затевать с ним раздор из-за земли. — Ведь ты один из трех благородных правителей. — Хотя он твой кузен, — ответил Манавидан, — я не рад видеть его на месте моего брата Бендигейда Врана, и не могу быть счастлив под одной крышей с ним. — Нужен ли тебе мой совет? — спросил его Придери. — Да, мне сейчас нужен совет, — ответил Манавидан. — Что ты хочешь предложить? — Семь частей Дифида достались мне, — сказал Придери, — и там сей час моя мать. — Рианнон, — я оттам тебе ее, и с нею власть над всем Дифидом, и хоть не будет у тебя иных владений, кроме этих семи частей, это лучше, чем ничего. — Моя жена Кикфа, дочь Гвинна Глеу, и хотя королевство считается моим, я хочу, чтобы им владели ты и Рианнон. — Если тебе нужны владения, то земли Дифида не худшие из них. — Я и не желаю лучших, — сказал Манавидан, — и воздаться тебе добром за твою дружбу. — Все, что я могу дать тебе, будет твоим, если пожелаешь, — сказал Придери. — Я принимаю твой совет, друг, — сказал Манавидан, — и я отправлюсь с тобой, чтобы увидеть Рианнон и ее владения. — Ты правильно сделаешь, — сказал Придери, — и я уверен, что ты никогда не видел более разумной женщины. К тому же в рассвете лет никто не мог сравниться с ней, и даже сейчас ты не разочаруешься, увидев ее. Они немедленно отправились в путь и, наконец, прибыли в Дифида, в Арберте. Для них уже был приготовлен пир, который устроили Рианнон и Кикфа. И Манавидан с Рианнон сели и завели беседу, и она показала свою ум и рассудительность так, что он подумал, что никогда не встречал женщине, подобной ей. — Придери, — сказал он, — я последую твоему совету. — Что же это за совет? — спросил Рианнон. — Госпожа, — сказал Придери, — я пообещал тебе в жены Манавидану, сыну Лира. — Я с радостью соглашусь с этим, — сказал Рианнон. — Я тоже согласен, — сказал Манавидан, — и благодарю Бога за то, что у меня такой друг. И до конца пира он женился на ней. — О, господин, — сказал ему Придери, — развлекайся и пируй здесь, сколько захочешь. Я же отправлюсь в Логр, чтобы принести клятву верности. — Касвалауну, сыну Белли, — господин, — сказал Рианнон. — Касвалаун, сейчас в Кенте, и ты можешь остаться с нами, пока он не вернется. — Я буду ждать, — сказал он, — и они продолжили празднество. И они объезжали Диффиот и охотились, и проводили время в развлечениях. Когда же они объехали весь край, то увидели, что нет страны более населенной и имеющей лучшие охотничьи угодья, и более богатой рыбой и диким медом, и дружба между ними, четырьмя, в то время так укрепилась, что они не могли расстаться даже на день. В свое время Придери отправился в Оксфорд к Касвалауну, сыну Белли, и принес ему клятву верности, и между ними настал мир и доброе согласие. И после его возвращения Придери с Манновиданом продолжали праздновать и наслаждаться покоем. Они начинали празднество в Барберке, где был их главный дворец, и откуда объезжали свои владения. И вот после завтрака однажды утром они вчетвером поднялись и взошли на холм Барберки вместе со своей свитой. И когда они сидели там, внезапно поднялся сильный шум, и разыгралась буря, и все скрылось в тумане таком густом, что никто из них не мог разглядеть прочих. Когда же туман рассеялся, и они огляделись кругом, то там, где раньше были стада, дома и нивы, они не увидели ничего, ни дома, ни дыма, ни человека, ни зверя, а лишь здание дворца стояло пустое, брошенное, и там тоже не было людей и ни одной живой твари. И все их спутники также исчезли, остались лишь они четверо. «О, Боже!» — воскликнул Манновидон. «Где же люди из дворца и наши спутники? Спустимся скорее, поищем их». Они вошли во дворец и не нашли там никого. Они входили в залы и покои, и никто не видел, и никого не видели, и в погребе, и на кухне тоже не было ни души. И они закончили праздник вчетвером, и пировали, и охотились, и объезжали свои владения, чтобы найти там дома и жителей, но не видели никого, даже диких зверей. И когда у них кончилась еда, они стали ловить рыбу и собирать дикий мед, и провели так год и второй, и тут их терпение иссякло. «Поистине!» — сказал однажды Манновидон. «Мы не можем больше так жить. Давайте отправимся в Логр и займемся каким-нибудь ремеслом, чтобы прокормиться». И они отправились в Логр и пришли в город Херефорд. Там они обучились седельному делу, и Манновидон принялся разминать кожи и чистить их, как это делал Лассар, лезги, лезги он не вид, и с синей известью, которая с тех пор зовется краской Лассара. И когда он занялся этим ремеслом, ни один седельник в Херефорде не мог больше продать ни одного седла, и они лишились всех доходов, ибо не могли состязаться с Манновидоном. И они сошлись, и порешили убить его и его спутников, но те были предупреждены об этом и стали решать, что им делать. «Негоже, — сказал придыре, — нам бежать из этого города лучше пусть. Эти холопы убьют нас». «Нет, — сказал Манновидон, — позорно для нас биться с ними и попасть в темницу за разбой. Будет лучше для нас отправиться в другой город и поселиться там». И они все вчетвером отправились в другой город. «Вот, чем мы здесь займемся?» — спросил придыре. «Мы будем делать щиты?» — ответил Манновидон. «А знаешь ли ты, как их делать?» — снова спросил придыре. «Никто не мешает нам попробовать», — ответил тот. «И они стали делать щиты. И выучились этому ремеслу. И красили щиты так же, как седла. И они так преуспели в этом, что никто больше не покупал щитов у прочих мастеров, ибо они работали лучше и скорее всех». И это продолжалось, пока горожане не возмутились и не решили опять убить их. И они были предупреждены о том, что их хотят предать смерти. «Придыре», — сказал Манновидон, «опять эти люди хотят убить нас?» «Давайте сразимся с этими холопами и перебьем их», — сказал придыре. «Нет», — ответил Манновидон, «косвалаун, и его люди узнают об этом и погубят нас. Мы должны уйти в другой город». «И чем же мы займемся там?» — спросил придыре. «Мы будем выделывать обувь, ибо сапожники не посмеют запретить нам это». «Но я не умею», — сказал придыре. Манновидон ответил, «Я обучу вас шить обувь, а чтобы не заниматься выделкой кожи, мы будем покупать готовую и работать с ней». И он стал покупать лучшую гордовскую кожу и познакомился с лучшим золотых дел мастером. И тот обучил его золотить пряжки, что набивают на обувь. И по этой причине его прозвали третьим из тех, кто золотил обувь. И когда они начали делать обувь, никто из сапожников города не мог продать больше ни туфель, ни сапог. И сапожники увидели, что теряют прибыль из-за Манновидона и придыре, и собрались на совет, и сговорились убить их. «Придыре, — сказал Манновидон, — эти люди задумали убить нас. До каких пор мы будем бегать от этих грязных хлопов? — воскликнул придыре. — Давайте же сразимся и перебьем всех. — Нет, — сказал Манновидон, — мы не можем ни сражаться с ними, ни оставаться в логре. Мы вернемся в Гифет, и там решим, как быть. И они отправились в пути, прибыли в Арберт, и зажгли там, а не там очаг, и стали жить, добывая пропитание охоты. Так прошел месяц, а потом и весь год. И однажды утром придыре и Манновидон собрались на охоту и, зазвав собак, вышли из дворца. Несколько собак бежало впереди их, и, достигнув куста, что рос у дороги, они вдруг отпрянули, и шерсть их от страха поднялась дыбом, и они прижались к людям, ища защиты. «Пойдем к кусту, — предложил придыре, и посмотрим, что там». И они подошли к кусту, и из-за него поднялся огромный вепрь. Весь сияющий белизной собаки кинулись к нему, но он отбежал немного от людей и встал там, спокойно слушая лай собак. Когда люди подошли ближе, он вновь отступил, и как они преследовали его, и так они преследовали его, пока не вышли к большому и величественному замку, который казался недавно построенным, и стоял там, где они никогда ранее не видели даже камня. Вепер побежал прямо в замок, и собаки последовали за ним, и когда они скрылись в замке, Придери и Манновидан изумились, увидев замок там, где его не было совсем недавно. Из вершины холма они пытались разглядеть или расслышать собак, но не услышали ни лая, никаких других звуков. «Господин», — сказал Придери, «я пойду в этот замок и отыщу собак». «Поистине», — сказал Манновидан, «негоже идти в замок, который так внезапно появился в этом месте. Он выстроен не иначе, как колдовством». «Я не могу бросить своих собак», — возразил ему Придери, и, не послушав совета, направился к воротам замка. Войдя внутрь, он не увидел ни человека, ни зверя, ни вепря, ни собак, ни никаких признаков жизни. И в сердце дворца, и в середине двора был мраморный фонтан, и на краю его золотая чаша, подвешенная на четырех цепях, которые уходили ввысь так, что их концов не было видно. И он восхитился красотой чаши и подошел, чтобы взять ее. Но как только он взялся за чашу, его руки прилипли к ней, а ноги к мраморной плите, на которой он стоял, и дар речи покинул его, так что он не мог произнести ни слова. И Манновидан ждал его до конца дня, а убедившись, что Придери и его собаки не вернулись, отправился домой. Когда он пришел, Реанон спросил, «Где же твой спутник и собаки?» «Выслушай», — сказал он, «что с ними случилось?» И он рассказал ей обо всем. «Поистине», — молвил Реанон, «ты оказался плохим товарищем, а хорошего товарища потерял». И с этими словами она ушла и направилась туда, где, по словам Манновидана, стоял замок. Она увидела, что ворота замка открыты и лишены охраны, и вошла внутрь. И, войдя туда, увидела она Придери, державшего чашу, и подошла к нему. «О, сын мой!» — воскликнула она, «что ты здесь делаешь?» И она протянула руку к чаше, и как только она коснулась ее, рука ее также прилипла к чаше, а ноги к мраморной плите. И она не могла сказать ни слова. Так стояли они, пока не спустились с сумерки. И раздался грохот, и замок растаял в тумане со всем, что в нем было. Когда Кикфа, дочь Гвина Глео, жена Придери, увидела, что в замке не осталось никого, кроме нее и Манновидана, она так опечалилась, что смерть показалась ей лучшей жизни. И Манновидан обратился к ней. «Ты не права, женщина!» — сказал он. «Коль боишься довериться мне, клянусь Богом, что нет у тебя друга преданий меня. Ведь я с юных лет был товарищем Придери и твоим, поэтому не опасайся меня. Господь воздаст тебе!» — ответила она. «Я не сомневаюсь в твоей дружбе!» И сомнение исчезло из ее сердца. «Итак», — сказал Манновидан, «нам нельзя оставаться здесь, ибо мы лишились собак и не можем больше добывать пропитание. Отправимся в логр. Там нам будет легче прожить». «Хорошо, господин», — сказала Кикфа. «Мы так и сделаем!» И они отправились в логр. «Господин», — спросила она его, «каким же ремеслом мы займемся теперь?» «Я могу только делать то же, что и раньше», — ответил он. «Шить обувь!» «Господин», — возразила она, «это грязная работа не подобает мужу такого достоинства, как ты. Моё достоинство это стерпит», — ответил он. «И он стал работать с лучшей кожей, какую мог достать, и делал туфли с золочеными пряжками так хорошо, что работа прочих мастеров того города показалась грубой и неуклюжей по сравнению с его. И вскоре никто не стал покупать у них ни туфель, ни сапог. Так прошел год, пока сапожники не собрались и не сговорились против него. Но он был предупрежден и сказал Кикфе, что сапожники намереваются убить Ивон. «Господин», — сказала Кикфа, «куда же нам скрыться от этого мужичья?» «Мы вернемся назад в Дифет», — ответил он. И они отправились в Дифет. А когда они собирались в путь, Монавидон захватил с собой пшеничный колос, и они пришли в Арберт и поселились там. И для него не было места приятнее, чем Арберт, где они жили с Придери Ирианнон. Он рыбачивая охотился на оленей, а вскоре засел в три поля. И там зашла лучшая в мире пшеница, которая разрослась так обильно, как никто еще не видел. Пришло время собирать урожай. И он пошел на первое поле и увидел, что пшеница поспела. «Я сожну ее завтра», — сказал он. Ночью он провел в Арберте и рано утром поднялся, чтобы сжать пшеницу. Но придя на участок, он не увидел там ничего, кроме голых стеблей, и сильно поделился этому. И он пошел на другое поле и увидел, что урожай и там поспел. «Я сожну пшеницу завтра», — сказал он. И наутро он встал, чтобы пойти на поле. Он пришел туда и опять обнаружил только голые стебли. «О боже!» — воскликнул он. «Кто же готовит мне голодную смерть? Не тот ли это, кто уже опустошил мой край?» И он отправился на третье поле. И когда пришел туда, там не было ни души. И он увидел, что пшеница и там поспела. «Будь я проклят», — сказал он. «Если этой ночью я не увижу, кто здесь хозяйничает». И он взял оружие для охраны поля и рассказал обо всем Кипфе. «Что же ты сделаешь?» — спросила она. «Я пойду этой ночью в поле», — сказал он. И он отправился в поле и провел там половину ночи. И тут вдруг услышал сильнейший в мире шум. И он узрел в великое множество мышей, которым не было ни меры, ни числа. И не успел он напомниться, как мыши набросились на пшеницу. И каждая из них наклонила под стеблем и отгрызла колос так, что ни одного целого колоса не осталось. И они пустились бежать, унося с собой колосья. Тогда, исполненный гнева, он ворвался в середину мышиной стаи, но не смог коснуться ни одной мыши, ибо они взмыли в воздух, подобно птицам или мухам, кроме одной, которая была в тягости. И он увидел это, схватил ее, посадил в свою перчатку и принес в дом. Он вошел в комнату, где была кикфа, и зажег огонь, и повесил перчатку на гвоздь. «Что там, господин?» — спросила кикфа. «Там вор», — сказал он, которого я застег на месте преступления. «Что же это за вор? Что ты смог посадить его в перчатку?» «Слушай же!» И он поведал ей, как его поля были разорены и как мыши опустошили последнее на его глазах. И одна из них была в тягости, и я смог поймать ее, вот она в перчатке. Завтра я повешу ее и, клянусь Богом, сделаю тоже с ними всеми, если поймаю». «О, господин!» — сказала она, «не гоже такому благородному мужу, как ты, гневаться на эту ничтожную тварь, ты должен не рядиться с этой мышью, а отпустить ее». «Будь я проклят!» — воскликнул он. «Если я не истерплю их всех, кого смогу изловить!» «Что ж», — сказала она, «защищая эту мышь, я хотела лишь не допустить умоления твоей чести. Делай, как знаешь. Назови хоть одну причину, по которой я должен ее пощадить, и я послушаюсь», — сказал Монавида. «Я же не знаю таких причин и хочу с ней покончить». «Тогда так и сделай», — сказала Кикфа. «И после этого он взошел на холм в арберке, неся с собой мышь, и на вершине он соорудил виселицу из двух рагулек, и в это время к нему подошел клирик, клирик в бедной и подношенной рясе. А ведь прошло семь лет с тех пор, как он видел там человека или зверя. Кроме тех, что жили с ним вместе, пока не потерялись». «О, господин!» — сказал клирик. «Помоги тебе, Бог!» «Приветствую тебя!» — ответил ему Монавида. «Откуда ты, клирик?» «Я иду из Логра, господин!» — сказал тот. «А почему ты спрашиваешь об этом?» «Потому что в последние семь лет», — сказал Монавида. «Я не видел здесь ни одного человека, кроме четверых, живших здесь, и один из них». «Понимаю тебя, господин!» — сказал тот. «Я же иду через эту землю к себе на родину. А что ты делаешь здесь?» «Я вешаю вора, которая драгила меня». «И что это за вор?» — спросил клирик. «Я вижу в руке у тебя нечто, напоминающее мышь. И странно, что муж столь знатного вида держит в руках такую тварь. Прошу тебя, отпусти ее». «Я не отпущу ее и не продам», — сказал он. «Как хочешь, господин», — сказал тот. «Хоть я и огорчен, видя тебя, благородного господина, с этой мышью в руках, но я не отстану тебя уговаривать». И клирик удалился. И он положил на рогульке перекладину, и тут к нему подъехал священник на богато убранном коне. «Здравствуй, господин», — сказал он. «Приветствую тебя, святой отец», — сказал ему манновидом. «Бог с тобою», — сказал священник. «Что это ты здесь делаешь?» «Я вешаю вора, который ограбил меня», — ответил он. «И что это за вор?» — спросил тот. «Это тварь», — ответил манновидом. «Именуемая мышью, она обокрала меня, и я казню ее смертью». «О, господин», — сказал тот, — «не губи эту мышь, и я заплачу любую цену, чтобы ты помиловал ее. Клянусь богом, в которого я верю, я не продам ее и не отпущу. За мышь не положено виры», — сказал священник. «Но чтобы ты не осквернялся прикосновением к этому животному, я дам тебе три фунта, если ты отпустишь ее». «Я не приму этого выкупа», — сказал манновидом, «ибо желаю отомстить за свое погубленное добро». «Что ж, господин, тогда делай, как пожелаешь». И священник удалился, и он надел волосяную петлю на шею мыши и уже хотел повесить ее, как вдруг увидел подъезжающего к нему на коне епископа с многочисленной свитой. Тут он оставил свое занятие. «Благословите меня, господин епископ», — сказал он. «Господь благословит тебя, сын мой», — ответил тот. «Что ж ты делаешь здесь?» «Я вешаю вора», — сказал манновидом, «который ограбил меня». «Не мы шли?» — спросил тот. «Держишь ты в руке?» «Да», — ответил он. «И это и есть вор?» «О!» — воскликнул епископ. «Я не могу допустить убиения божьей твари, и я выкуплю ее у тебя. Я дам тебе семь фунтов, чтобы ты не осквернял себя прикосновением к жалкой мыши. Отпусти ее, и ты получишь эти деньги. Клянусь Богом, я не отпущу ее», — сказал он. «Хорошо, я дам тебе двадцать фунтов, и еще четыре, чтобы ты отпустил ее. Я не отпущу ее ни за какие деньги», — сказал он. «Если тебе не нужны деньги», — сказал епископ, «я дам тебе всех коней, что ты видишь здесь, и семь тюков разного добра, и семь лошадей, что их везут». «Я не возьму этого, господин», — сказал он. «Скажи же сам свою цену. Освободи Рианон и Придори», — сказал он. «Ты получишь их. Но этого мало. Чего же ты еще хочешь? Сними чары и наваждение с семи частей дифида», — сказал он. «Я сделаю все это, если ты отпустишь мышь». «Я не отпущу ее», — сказал он. «Пока не узнаю, кто эта мышь. Это моя жена. Когда это все случилось, я не смог выручить ее». «Так для чего же она пришла ко мне?» — спросил он. «Чтобы украсть твое зерно», — ответил тот. «Я Ллойд, сын Килкоэда. И я навел чары на семь частей дифида из мести за Гуала, сына Клида, с которым я дружен. И я отомстил Придори за игру барсука в мешке, что пыл государь Аннуина затеял с Гуалом при дворе Хэффайда Старова. И когда я узнал, что ты вновь пришел в эту страну, я обратил своих воинов в мышей, чтобы погубить твои поля. И они пришли в первую и вторую ночь и сгубили два твоих поля. И на третью ночь пришла ко мне жена со своими дарами, со своими дамами, и просили они, чтобы я тоже превратил их в мышей. И я сделал это. Она же была в тягости, поэтому ты смог схватить ее. И раз уж это случилось, я верну тебе Придори и Рианнон и сниму с дифида чары и наваждения. А вот я сказал тебе, кто она. Теперь отпусти ее. Клянусь Богом, сказал Монавидов, я не отпущу ее. Чего ты еще хочешь? спросил тот. Я хочу, чтобы никакие чары больше никогда не сходили на семь частей дифида. Так будет, сказал тот. Если ты отпустишь ее, я не отпущу ее, сказал он. Чего ж ты еще хочешь? спросил тот. Я сказку хочу, чтобы ты никогда не мстил, не Придори, ни Рианнон, не мне. Я выполню это условие. И ты мудро поступил, сказав, высказав его, иначе, я обрушил бы на твою голову все бедствия мира. Я знал это, сказал Монавидов, поэтому и сказал так. Теперь отпусти мою жену на волю. Я не отпущу ее, пока не увижу здесь Придори и Рианнон. Смотри, вот они, сказал тот. И тут появились Придори и Рианнон. И он направился к ним и приветствовал, и усадил их рядом. Теперь отпусти мою жену, сказал муж в обличии епископа, и ты получишь все, о чем просил. Теперь я с удовольствием отпущу ее, сказал он. И он выпустил ее из рук. Епископ коснулся мыши волшебной палочкой, и она преобразилась в молодую даму, прекраснейшую из всех виданных им. Оглянись и посмотри, вокруг, мол, епископ, и ты увидишь все дома, их жители, на прежнем месте. И Монавидов встал и оглядел землю. И там, куда он смотрел, он увидел землю, вновь засеянной, вновь заселенной, полной людей и животных. Какое же наказание, спросил он, несли у тебя придари и рианон? Придари носил на шее кольцо от ворот моего дворца. Арианон, ярмо, под которым ослы возят сено. Это и было наказание их. Но по этой причине история именуется также мобиноги, ярма и кольца. И это конец третьей ветви мобиноги. Продолжение следует...